Открытые сессии Советов сельских поселений в нашем районе идут полным ходом. Эти важные мероприятия привлекают представителей общественности, которые получают хорошую возможность из первых рук узнать подробную информацию о сделанном за год. Смотрите наш репортаж из станицы Черноярковской. В населенных пунктах Черноярковского сельского поселения проживают без малого 4,5 тысячи жителей. Они добывают нефть и выращивают рис, работают в образовании и культуре. Черноярковцы способствуют тому, чтобы их родное поселение жило и развивалось. Здесь есть крупные предприятия, продукция которых пользуется спросом, а также успешные крестьянско-фермерские хозяйства и предприниматели. В докладе главы сельского поселения было сказано, что за 2023 год были выполнены все плановые показатели по формированию бюджета, который составил 47 миллионов 755 тысяч рублей. Более полумиллиона рублей в доход поселения поступило по итогам краевого конкурса «Лучший ТОС». Особое внимание было уделено дорогам. За счет Дорожного фонда в 2023 году проводилось градиирование дорог с частичной подсыпкой щебня. Дороги градируются по нескольку раз. Все гранированные дороги требуют ремонта и планировки в этом году. Для этого в течение года было завезено тысячу метров, кубических метров щебня на сумму 750 тысяч рублей. В прошлом году произведена подсыпка улиц Заречная, Школьная и Красноармейской, улицы Пушкина, Горького, Энгельса, Славянской, Зелёной, Чапаева, Перелка, Черноморский и другие. Не забывали в течение года и о уличном освещении. Ремонтировались водопроводные сети. Был газифицирован дом культуры в хуторе «Чёрный Ерик». В 23-м году поселение на условиях софинансирования участвовало в муниципальной программе развития культуры на сумму 11 миллионов 183 тысяч рублей. За счёт этих средств произведён монтаж системы отопления, ремонт электроповодки, системы водоснабжения и вентиляции в доме культуры. Словом, все полученные средства грамотно использованы для развития социальной сферы и благоустройства. Благодаря постоянной заботе об учреждениях культуры активно действуют любительские объединения и кружки самодеятельности. Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что в поселении чётко работает одна команда, которая приоритета даёт развитию экономики. Руководству сельского поселения удаётся решать поставленные задачи. Приятно, что власть Черненковская, я считаю, открытая, прозрачная, доступная. Все жители соучаствуют в процессах, в мероприятиях, которые проходят на территории. Мы послушали, действительно, если говорить о наших детях, да, приятно, что у вас и в школе учатся хорошо, и в топ-образовании есть, и спортом занимаются, и патриотика, и различные мероприятия, которые проходят в целом, не только с детьми поселений, наверное, и с старшим поколением. Большое внимание уделяется сегодня нашим воинам, защитникам, которые на специальной операции, наверное, мы сегодня всей большой нашей командой из Славянского района стараемся помочь. Очень важно, что в поселении стараются использовать местные природные достопримечательности для развития. Делают проекты такой, как «Лотос» и «Счастье» и «Любви». Если он будет одобрен, это будет очень хорошо для жителей и гостей. Мы тоже обещаем позаниматься, посмотреть, приблизить эти деньги, потому что проект, я видел, ну, это хорошая тема, и поверьте мне, даже то, что сделали проект, это же тоже деньги, силы, привлекаются, поэтому это уже большое дело, и я думаю, что все-таки счастливые и с любовью будут жить не только жители Черненковского поселения, а и гости, которые на него проезжают. Глава Славянского района доложил собравшимся об основных итогах социально-экономического развития муниципалитета за прошедший год. Во всех поселениях были выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства направлены на благоустройство и развитие социальной сферы, поселков, станиц и хуторов. Наш район уверенно называется в числе лучших в крае по многим показателям, и это, конечно, вызывает чувство гордости у славянцев. Проблемы в Черноярковском сельском поселении, конечно, еще есть, но его глава правильно расставляет приоритеты, чтобы бюджет поселения был направлен на самое неотложное – дороги, освещение, благоустройство. Эта работа видна всем жителям. Власть старается заполнить все сферы человеческой жизнедеятельности. Я могу сказать вот об оборудовании. Вот совсем скоро вечи встречи с выпускниками, я думаю, что наши выпускники в школу не узнают. Действительно, Роман Иванович сегодня говорит о том, что ремонт делается, подходит к финальному этапу, поле и возможностей дороги ремонтируется. Вообще Николай Петрович старается внукать, и я вот его часто вижу из окна своего кабинета, как он даже приезжает в наш Черный Ерек, очень медленно приезжает по улицам, и, ну, с таким взглядом, наверное, смотрит, где нужно навести порядок. И этот порядок наводится. Решением Совета сельского поселения работа главы администрации была признана удовлетворительной. Станица Черноярковская имеет богатую историю. Жизнь продолжается, и есть изменения к лучшему. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».